Финляндия готовится к вступлению в НАТО, ну а пока вместе с партнерами организовала и провела несколько крупных международных учений. Еще одни собираются провести на севере страны. Сотни военных из Великобритании и Швеции, которые тоже собираются вступить в НАТО, приедут на полигон, чтобы отрабатывать тактическую и техническую совместимость с финскими коллегами. Как Финляндия наращивает военный потенциал, чтобы быть готовой к возможной атаке России, расскажет Наталья Белокудря. На суше, на воде и в воздухе финская армия приняла участие в масштабных военных учениях. Первые маневры состоялись еще весной после того, как 18 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Министр обороны Финляндии Анти Кайканин заявил о проведении дополнительных учений со странами-партнерами. План сил обороны республики предусматривает 8 дополнительных учений. Будет активизировано сотрудничество США, Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Норвегии, а также с НАТО и группой стран объединенных экспедиционных сил. Анти Кайканин – министр обороны Финляндии из пресс-релиза военного ведомства. Крупнейшие военные учения Белтопск, в которых принимали участие Финляндия и Швеция, а также 14 стран НАТО, прошли в июле этого года. Начались в Стокгольме, а переместились в воды Балтийского моря. В них приняли участие более 4000 военных из подразделений морских, воздушных и сухопутных войск, морской десант, а также около 60 самолетов и 40 кораблей различных классов. Финляндия и Швеция стремились показать свою готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе, который может быть атакован в случае нападения России. Именно провокации Российской Федерации и неадекватные их действия заставляют финнов и шведов готовиться к возможным более серьезным инцидентам на границе с Российской Федерацией. И вследствие этого приводить в повышенную готовность части соединения своих вооруженных сил на границах с Россией, отрабатывать мероприятия взаимодействия, в первую очередь между собой, для противодействия возможному даже вторжению России. Четырехдневные учения «Виджиланд Фокс» прошли в Финляндии 31 июля. Подразделения британско-американской и финской армии собрались на западе Финляндии и отработали наступательные и оборонительные операции, включая нападения с воздуха и высадку десанта. С 29 августа по 2 сентября в северной части Финляндии состоятся международные военные учения «Виджиланд Найф» с участием Швеции и Великобритании. Как сообщает Пресс-служба сухопутных сил Финляндии, эти учения объединят около 200 финских военнослужащих и около 1300 призывников. Также в «Виджиланд Найф» примут участие около 880 шведских и около 80 британских военных. Это горно-егерские, егерские подразделения, это подразделения пограничной службы, это прикрытие госграницы, грубо говоря. И когда нападение на них будет расцениваться всей евроатлантической сообществом, как военная агрессия против европейской страны. Учения в Финляндии будут продолжаться и в дальнейшем. Их цель – отработать все виды обороны страны. Напомним, сухопутная граница РФ и Финляндии составляет 1300 километров. Прогнозировать, в каком месте возможна атака противника, сложно. Поэтому финны во время переходного периода до вступления в Альянс будут отрабатывать до автоматизма и сухопутную, и воздушную, и морскую составляющие, чтобы в случае возможного нападения мгновенно развернуть оборону и помешать агрессору достичь своих целей. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». И далее тему продолжим с нашим гостем. Роман Свитон, полковник запаса и военный эксперт уже с нами на связи. Здравствуйте, Роман Григорьевич. Добрый день. Приветствую. Говоря об обучении, говоря, наверное, давайте начнем с саммита НАТО, когда обещал, Байден анонсировал тогда укрепление всех баз, альянс, укрепление, в принципе, беспрецедентная альянса, в принципе, в Европе. Мы это и увидели, как усиливаются базы, как идут обучения, как идет укрепление. Да и, в принципе, наверное, и в рамках этого идет тоже и обучение и украинских бойцов, также помощь в этом для Украины. Как вы считаете, какого плана сейчас, на каком направлении учения должны быть более масштабны для того, чтобы максимально использовать это как способ остановить реальную агрессию, реальную угрозу со стороны Российской Федерации? Последнее время практически до 10 тысяч военнослужащих Украины проходят обучение на базах НАТО в Европе и Великобритании. Англичане подтянули к себе на те полигоны, которые они сейчас определили для обучения наших бойцов, норвежцев, канадцев. Канада дала больше 200 инструкторов, а так, в принципе, развернуто на базах Великобритании до 350 инструкторов для подготовки наших первой партии 10 тысяч человек легкой пехоты. Проходят обучение по слаживанию, боевому применению, обучение по работе с техникой. И, в принципе, в ближайшее время мы уже наших ребят, подготовленных на этих базах НАТО, будем видеть у себя на фронте. И, в принципе, они усилят те наступательные возможности, которых сейчас не хватает украинской армии. И такого плана учения они рассчитаны практически до конца года, до 31 декабря. Практически это говорит о том, что еще одна партия до 10 тысяч военнослужащих украинских будет подготовлена, так как первая партия уже будет готова в начале октября. Поэтому будет еще время для подготовки второй партии. Те учения, которые проходят, они имеют большую роль для вовлечения украинской армии в структуры натовские. Особенно после того, как американцы приняли решение о выделении специальной миссии о назначении генерала, который будет руководить этой миссией, особенно по движению техники, военной техники, обучения украинских войск по стандартам НАТО. Этот комплексный подход практически на выходе этого подхода будет принятие нашей, как минимум, армии в структуры, натовские структуры. Роман Григорьевич, я тогда еще напомню про учения, которые стартуют завтра. В Финляндии пройдут военные учения Vigilant Knife с участием Швеции и Великобритании. Продлятся они пять дней с 29 августа по 2 сентября. Сообщают об этом при службе сухопутных сил страны. Отмечается, что всего в маневрах примут участие около 200 военных и около 1300 призывников сил обороны Финляндии. К ним также присоединятся 880 шведских и около 80 британских военнослужащих. Также напомним, что с начала подачи заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия регулярно проводят военные учения. Скажите, по вашему... ...состоит в улучшении тактической и технической взаимосовместимости, а также совершенствовании способности принимать сухопутные силы Швеции в Северной Финляндии и организовать необходимую для подразделений поддержку. Из сообщения при службе сухопутных сил Финляндии. Скажите, по вашему мнению, судя по всему, Финляндии не забыли еще 1939-1940 годы и всерьез рассматривают возможность агрессии со стороны теперь уже не Советского Союза, а России. Но насколько действительно возможно, что Россия в нынешнем своем состоянии может осуществить акт агрессии против Финляндии, ну, например, использовав еще протоколы, подписанные странами-членами НАТО, но пока еще Финляндия официально не в составе НАТО. Насколько вообще вероятна такая ситуация? Ну, если в качестве альтернативной версии такому подходу можно вспомнить один из сюжетов старого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда скандинавские послы просили у Ивана Грозного кемскую волость. Кемская волость, да забирайте. Кемская волость – это как раз речка Кемь, это город Кемь, который находится примерно на восточнее того полигона, где сейчас будут проводиться эти учения. Это озеро Рава-Ярви и рядом с городом Раваньеми, по-моему, да. Потому, если серьезно, то действительно 18 мая Финляндия подала заявку в НАТО, а практически уже через неделю, 27 мая, министр обороны действительно подписал распоряжение о проведении ряда учений летней кампании. Практически до зимы расписано несколько учений, одно из них будет проводиться в течение вот этого времени, практически завтра до начала сентября. Задействование шведских войск, в основном шведов, это говорит о том, что финская армия, она начинает входить в общий какой-то поток, также еще подготовка этих всех войск англичанами, то есть там практически рота будет из Великобритании, они будут руководить этими учениями. Это говорит о том, что практически меняется структура НАТО, то есть структура обороны НАТО, особенно связанная с северными районами. А так как эти учения будут проводиться вот этих на севере Финляндии, это болярные леса, довольно-таки сложные для наступления, то это говорит о том, что НАТО действительно готовится к какой-то наступательной операции России. Но это может быть говорить еще о том, что просто НАТО само по себе оборонный союз, и они в принципе по всем своим рубежам готовятся к обороне, а не к наступлению. Давайте поговорим о государствах Средней Азии. Они демонстрируют курс на уменьшение зависимости от политики Кремля, и об этом свидетельствуют военные учения «Региональное сотрудничество-2022», которые провели США со странами ОДКБ с 11 по 20 августа в Душанбе. Участие принимали военнослужащие Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Монголии и Пакистана. Как пояснили в Центре противодействия дезинформации при СНБУ Украины, эти учения свидетельствуют о выходе государств Средней Азии из-под российского влияния. Давайте услышим, что говорили в СНБУ Украины. США уверенно укрепляют свое положение на ближнем зарубежье России, а проект ОДКБ уже полумертв. Тандем США-Таджикистан станет плацдармом для действий США в регионе против России. В подтверждении крепкого партнерства США обязались выделить Таджикистану помощь в размере более 60 миллионов долларов. В перспективе Российская Федерация может получить на своих границах новые Украины. Из сообщения Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины. Как вы считаете, учения регионального сотрудничества 2022 действительно свидетельствуют о выходе государств Средней Азии из-под влияния Кремля? В районе Таджикистана сейчас слаживается довольно-таки сложная обстановка. Особенно после того, как американские войска были выведены из Афганистана, там осталось очень много оружия, которое попало к талибам. Талибы – это южно-афганские племена, в принципе, больше пакистанские, а север Афганистана – это в основном таджики, причем в Афганистане таджиков больше, чем в самом Таджикистане. Потому сейчас американские войска и вот такого плана учения являются практически одним из основных сдерживающих факторов, которые не дадут просочиться талибану, а тем более уже вооруженному талибану, на север и север, в принципе, Афганистана и в сам Таджикистан. Тогда в продолжение темы хотелось бы узнать, а следует ли ожидать возможной агрессии со стороны талибана в отношении Таджикистана, ну и вообще продвижения в Средней Азии, так как там достаточно исторически сильно интересующие, скажем так, территории, являются эти территории интересующими Россию. Там у нее свои интересы и, соответственно, сейчас то, что Соединенные Штаты усиливают сотрудничество с местными войсками, да, это означает то, что США будут противостоять продвижению талибана, либо это все-таки ослабление России в этом поясе, в Средней Азии? Это означает то, что эти страны, Таджикистан и рядом находящиеся, уже переключаются с той силы российской армии, которая раньше здесь держивала тот же талибан и была каким-то стабилизирующим фактором. Они это понимают, Средняя Азия, она четко реагирует на усиление или уменьшение силового составляющей какой-то из страны этого пояса. И так как сейчас туда допущены американцы и они практически руководят вот этими процессами военизированного характера, говорит о том, что Россия просто теряет там свои возможности и свое влияние. Потому это один из показателей того, что в этом регионе практически и одна из стран НАТО, Америка, она усиливает свое присутствие. Прикрытие от талибана и от движения талибов на север, они могут выполнять, в принципе, как раз этим союзом, который сейчас практически начинает вырисовываться вокруг вот этих учений. Практически 3-4 страны, если они будут объединены одним союзным договором и после проведения учения их уже вооруженные силы будут более-менее сконцентрированы под одним руководством, они будут прикрывать как минимум свой южный фланг от движения талибана. Роман Григорьевич, я все-таки уточню, я тогда не понимаю, для чего Соединенным Штатам нужно было выводить свои войска из Афганистана после 20 лет присутствия в этой стране, для того, чтобы теперь защищаться от талибана в Средней Азии. Я просто тогда логику не понимаю. Там же были явные договоренности по выходу, потому что войска вышли достаточно спокойно, скажем так. А это та проблема, когда политика иногда входит в принятие решения военных. Дело в том, что Байден, когда избирался, одним из лозунгов у него был вывод своих войск американских из Афганистана. Он на этом лозунге стал президентом и, в принципе, после того, как зашел на должность, к нему предъявили это требование, раз обещал выводить, выводи. Потому вот такой вот вывод, он больше был политический, а не военный. Но его пришлось выполнять, так как все обещания в демократических странах, те президенты, в отличие от наших, они в основном выполняют. А вот теперь, естественно, Америка попала вот в такую позицию, как сейчас, и приходится ей уже центр приложения усилий переезжать чуть севернее в район Таджикистана. Но с таджиками у них давние отношения. В том районе было несколько баз. Во время войн, которые вели американцы с Афганистаном, с Ираком, аэродромы этих стран в Средней Азии использовались американцами. Потому, в принципе, им сейчас очень легко находить общий язык с военными этих стран и продолжать просто сотрудничество, выдавливая оттуда Россию. Но она сама просто выходит, она теряет свои силовые возможности. И потому максимум, что у Путина остается, это как-то откупаться от Талибана, обещая миллиарды долларов, не выполняя кида. И потому Талибан, скорее всего, также будет переоритироваться на отношения уже с американцами в этом регионе. Еще по одним учениям и еще по одному региону, тоже по сотрудничеству, военнослужащие из Японии и Швеции в этом году впервые примут участие в ежегодных учениях. Достойный партнер, который пройдут в Грузии под эгидой США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии. Всего в маневрах задействуют почти 2500 военных. Отдельной бригадой в сборах будут представлены солдаты из Литвы, Польши и Украины. Целью учений в Минобороны назвали повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией и США региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря. О дате старта пока не сообщают. Известно, что в страну уже начала прибывать из Германии американская военная техника, которая будет задействована на учениях. Вот у вас хотелось бы расспросить подробнее об этих учениях. И, в принципе, наверное, еще отдельно о сотрудничестве Грузии и Соединенных Штатов Америки. Каким образом Грузия сейчас тоже вносит свою лепту в противостояние российской агрессии. Ну и, наверное, в то, чтобы обеспечить себе мир в стране также. Потому что история показывает, что, по сути, наверное, ни одно европейское государство сейчас не защищено от Кремля. Учение в Грузии планируемое – это один из шагов расширения участия американских военных НАТО в этом регионе. Вот как раз оно начинается с Таджикистана и дальше расширяется на Запад. То, что в Грузию будут привлечены такое количество военнослужащих, говорит о том, что все-таки, как минимум, военное руководство Грузии понимает те проблемы, которые может принести Россия, может принести непредсказуемость российской политики, А, может быть, еще прогнозируя то, что после того, как Украина нанесет военное поражение России, выйдет на границу 1991 года и могут произойти в России центробежные силы, могут ее просто разорвать, то Кавказ останется практически неуправляемым в каким-то военном плане. Потому грузинское военное руководство, это понимая, подтягивает на свою территорию и, в принципе, согласна и участвует вот в такого плана учениях, так как отношения с разными участниками может принести стабильность в этот регион тогда, когда там начнутся на севере те действия, о которых я раньше сказал, после того, как Россия начнет распадаться. Вы сами затронули тему политики, поэтому не могу не продолжить. А как же тогда быть с довольно лояльным отношением политического руководства Грузии, нынешнего, к Кремлю? Это первое. И второе. Вот по этим учениям я не очень понял смысл участия Японии. Где Тихоокеанский регион, а где Черноморский бассейн? Ну, два вопроса сразу в одном. Политическое руководство Грузии сейчас практически находится под управлением одного известного олигарха, который больше пророссийский. Но военные, это такая специальная каста, она практически во всех армиях мира, у нее 2-3 задачи стоит. И они дают присягу народу, а не правительству и каким-то политическим силам. А в присяге практически всех стран, которые дают военные своему народу, есть такие пункты, как охрана суверенитета и территориальной целостности государства. И уже военное руководство практически без политического принимает решения по выполнению этих задач. Потому и в Грузии это видно. То есть политическое руководство, контролируемое олигархатом пророссийским, тяготеет каким-то российским моментом. А военное руководство выполняет свои задачи и в принципе выполняет их в том регионе довольно-таки перспективно. Участие Японии в такого рода учения говорит о том, что Япония, так же само, как и Украина в свое время, передает определенные военные технологии. Раз она передала Украине их сейчас, пока нельзя о них говорить в открытую, но тем не менее они есть. И довольно-таки хорошо помогают, скорее всего, что японцы также участвуют в передаче такого уровня технологий или вооружения и грузинской армии. И еще один вопрос, Роман Григорьевич. Говоря об украинской армии, говоря о том опыте, который сейчас украинские бойцы получили и на учениях во всем мире, и те специалисты, которые к Украину сейчас приезжают. И исходя из той практики, которую сейчас имеют бойцы, защищая и в тот момент, когда противостоят российской агрессии. Звучало неоднократно мнение, что в дальнейшем после победы Украины над Россией в этой российско-украинской войне, сами украинские бойцы, украинская армия сможет уже давать учения и натовским военным, и, в принципе, другим государствам, передавая опыт. Как вы думаете, с чем, с каким опытом украинская армия закончит эту войну, и насколько вот этот опыт будет полезен для других государств? Ну, наверное, в первую очередь для европейских. Дело в том, что украинская армия ведет уже девятый год войну с российской армией. Пусть с одной стороны была гибридная, хотя она практически всегда была горячей, так как гибли наши солдаты на этой войне, и, в принципе, тот список погибших говорит о том, что девятый год украинская армия ведет горячую фазу войны, и она никогда сильно и не потухала. То, что она после 24-го числа разгорелась, это за счет расширения уровня фронта и глубины фронта как такового. Те элементы войны, которые сейчас украинская армия применяет, это практически элементы войны, войн будущего, это элементы сетицинских войн, это когда практически нет единой линии фронта, когда поражение идет и планируется поражение противника на глубину досягаемости ракет РСЗО. Это может быть, если, допустим, говорить о тех же Хаймерсах, это глубина сейчас 70-80, так реально до 300 километров. На первый план выходит разведка, аэроразведка, целеуказание принятия решения на месте командирами, практически в некоторых случаях полная самостоятельность подразделений и групп, которые выходят для уничтожения противника. То есть такие методы войны практически, они теоретически были разработаны, но практически не применялись нигде, кроме некоторых участков. А украинская армия сейчас, на данный момент, именно и ведет такого плана войну, потому как раз мы можем поделиться, в ближайшее время сможем поделиться после победы, естественно, над Россией, сможем поделиться и элементами, и техникой выполнения некоторых элементов, и, в принципе, подготовкой и ведением войны с нашими будущими партнерами, как я надеюсь, по странам НАТО. Так как практически нет альтернативы входу Украины в НАТО. После того, как будет разбита российская армия украинской на нашей земле, после выхода на границы 1991 года, нам надо укрываться зонтиком НАТО, надо отступать в НАТО, так же само, как Финляндия и Швеция, по такой же самой процедуре. Только тогда россияне успокоятся и, в принципе, перестанут вести какие-то боевые действия. НАТО не боятся как огня, а после того, как Украина войдет в НАТО, десанты и принятие решений мировым сообществом по расширению России, они будут вестись с учетом того, что украинская армия сможет в них также участвовать, то есть гасить какие-то пограничные конфликты, которые будут возникать после того, как Россия будет распадаться на определенные класты для государства. И, в принципе, так как ментально украинцы и украинская армия близки к народам бывшего Советского Союза, то самое эффективное будет именно ее участие в этих миротворческих операциях. Егорич, да, Киссинджер уже сказал, что Украина, по сути, является частью НАТО. Будем вас благодарить за участие в нашем эфире. Роман Свиттен, полковник запаса и военный эксперт, только что был с нами на связи.